здравствуйте дорогие друзья хочу вам предложить ваше внимание такой небольшой новостной блок касающийся карт от amd это всем надоевший уже 5500 xt и 5600 xt которая должна вот-вот-вот скоро уже выйти 6 числа должна быть официальный релиз ее и в ближайшее время должна появиться в розничной продаже розничная цена по которой хочешь продавать amd карту 5600 xt это 300 долларов рекомендованная прошу не путать по той цене по которой она появится зная жадность наших интернет продавцов я думаю барыг наших на откровенно горит барыги есть барыги я думаю цена будет примерно выше 5700 карты однозначно и будет она наверное где-то около двух-трех недель держаться потом она упадет и будет потихоньку падать до более менее вменяемой цены 300 долларов потому что напоминаю что карта 5700 стоит больше 350 немного у нас вот где-то около 9000 гривен там восемь с копейками так она стоит я нахожусь в украине у нас доллар 24 гривны ребята в общем я думаю что карта когда 5600 xt появится сто процентов она будет где-то за десятку продаваться и будет сидеть у длёна лутова это же новая карта вы что а то что 5700 она с ее этой карте сильнее производительный это кого интересоваться не будет собой говорить но это же новая карта поэтому так дорого но это бред это вот как сейчас вот допустим карты я покажу как бы примерные цены которые по которым сейчас можно найти карту 5500 xt ребята напомним что прошло уже около трех недель со старта продаж и не скажу чтоб цена сильно падала я думаю что так до конца месяца то цена не упадет ну что цена слишком высокая цена около 280 260 долларов это очень за эту карту 5600 xt очень очень дорого что теперь уже конкретно известно уже предрелись на есть точные данные о карте 5600 xt ну некоторые такие деятели как истине беззвестный всем хомиш тем человек немножко такой который детки это абсурдные заявления где-то абсурдную подачи какие-то новостей дает ребята он говорит что эта карта 1 1 5700 ну он немножко человек не совсем вменяемый поэтому может такое говорить эта карта конечно будет слабее 5600 xt конечно она будет слабее 5700 xt я вот например вот наверное вот мои вот самые пороческие самые правильные предположения какой производительности будет карта 5600 xt она будет примерно между 1660 и 2060 это если можно было если была карта 1660 ti супер если была такая карта это было бы скорее всего вот 5600 xt она бы один в один была производительность этой картой то есть она будет производительной карты 1660 ti и будет немножко дотягивать до карты 2060 я думаю что скорее всего такие вот у нее будет производительность ребята ну посмотрим какая цена по когда у ляжет цена как бы эта карта наверное будет интересная потому что как бы там гейминг на full hd настройках можно делать довольно таки настройки можно высокий ультравысокий можно делать я думаю так как должна справляться что теперь точно известно что будет карта 5600 не xt но она будет продаваться специально для тех фирм которые занимаются готовыми решениями то есть те кто делает готовые компьютерные сборки в рознице это 5 карта 5600 без представительности продаваться не будет это уже точно известно это так же самое как 4 гиговая карта 5500 и она в рознице она не продается только придутся готовые решения вот допустим есть компьютер универс там есть контовые решения там ну невменяемо дорого там компьютер там за 900 долларов и там стоит карта начальной урны тут смешно если честно это никуда не годные в общем это для нас мало интересно значит что теперь ребята сказать точно известно точно известно что у этой карты 5600 xt будет 2304 потоковых процессоров настолько же как у карты 5700 ну это ни о чем не говорит почему во первых потому что у карты 5600 xt будет шина 192 битная напомню что у карты rx 5700 у них карта 256 бит во вторых частота ядра графического у rx 5700 она будет гораздо выше у частота ядра у карты 5600 xt будет ниже где-то на 200 300 мегагерц приблизительно потом пропускная способность шины будет всего 12 гигабит в то время как у 5700 карты с 14 гигабит в секунду то есть она где-то будет где-то процентов я думаю на 20 слабее карты 5700 в идеале видимо будет вот такой вот интересный вот вариант ну и не ребята я думаю еще это интересная карта будет с ее выходом ну только она станет для нас тогда интересно когда нам будет понятно ее окончательная цена потому что как бы вендоры которые торгуют хотят поставить цену цену на карту 280 долларов не дороже а им д требующим карта карта продавалась после 300 долларов это точно известно это не слухи вот но старте продаж я думаю она будет продаваться по 400 может даже и больше ну все мы знаем жадность ребята ну чё мы говорим сама вы скоро это все увидим я думаю что карту за 10 тысяч гривен мы скоро видим продажи мы посмеемся потому что за эти деньги можно будет найти самую дешевую там 5700 xt самую-самую дешевую самую-самую какую-то такую вот я думаю что за 400 долларов можно уже найти что-нибудь такое ну чуть-чуть дороже но ребята но это бред это бредовая цена будет конечно она сама по себе карта будет интересно только тогда когда будет устаканена цена когда в цена будет сбалансированная в районе 300 долларов эта цена интересная то около там 7200 73400 гривен вот этот карта будет интересная за 10 тысяч гривен это цена вообще эта карта ничего вообще ничего интересного себя не представляет потому что где-то за 8000 гривен можно взять карту 2060 купить то есть покупать карту на 2000 на 80 долларов дороже чем 2060 вообще смысла нет я имею ввиду сейчас конечно 5600 xt ребята и теперь интересная информация по карте 5500 xt вам это не скажет ни один блогер никто это не говорит все мы знаем о том что ходили слухи о том что этой карте нужно материнская плата 5500 xt сейчас мы об этом карте говорим нужно материнская плата на x570 чипсете ребята возможно так оно и есть почему нужна была потому что были такие слухи что якобы именно на этом чипсете работает все 16 линий разъема пися экспресс этой карты вот на остальных материнских платах работает только 8 линий ребята это все оказалось со вымыслами слухами почему объясняю почему внимательно слушайте теперь у карты rx 5500 xt всего 8 линий пися экспресс 16 линии там никогда не было вообще поэтому возможно нормальная производительность возможно только скорее всего может быть я говорю на материнской плате чипсетом пять тысяч семьсот и x570 хотя это все может быть чистым вымыслом смысле что нужно именно это потому что насколько вот видел обзоры и сравнительные тесты этой карты они на сборке в обыкновенно допустим на b450 чипсете проводились то есть скорее всего это все вымысел и она будет нормально работать как бы и мы все знаем что все мы ждали выхода пися экспресс 3.0 когда он вышел он не дал никакого прироста производительности так же самое будет пися экспресс 4.0 я думаю что там даст прирост производительности именно вот и м2 накопителям там каким-то ssd накопителем который будет пользуя этой технологии она даст более быстрый обмен данными то есть будет они быстро будет быстрее будет записываться быстрее будет считываться данные но по видеокартам я бы не делал там какие-то прогнозы что это прибавит какой-то там ощутимая производительность я думаю что там будет один полтора процента как обычно не больше вот такие вот ребята вот интересные новости я думаю что вам это интересно что теперь вы знаете что у карты 5500 xd есть только 8 линии а не 16 линий пися экспресс изначально там было предусмотрено конструктивно то есть эта карта начального уровня и она продается сейчас по цене я сейчас вам ребята покажу по какой цене сейчас реально эту карту можно купить итак внимание если вы сидите это очень хорошо ребята постарайтесь усесть сидеть дальше да ребятки цена сколеблется от 6700 гривен до 7661 гривны но это конечно полный бред полный идиотизм полная глупость полный дебилизм я иначе это назвать не могу покупать карту за 6700 гривен по этой цене можно взять карту 116 60 ти это карта гораздо производительнее чем карта 5500 xd и мало того это кап карта 5500 xd она никогда не дойдет по производительности карту к дадо карты 1660 ти но это бред ребята цены просто космические ну что это это что нормально вот это вот 7661 гривна ребята где-то за 8000 можно взять уже 2060 вы представляете насколько 2060 мощнее чем 5500 xd но это бредятина полнейшая вообще ну тем не менее цены пока не опускается тут один подписчик выразил такое мнение что эти карты специально делают такие держится цена чтобы их покупали видеоблогеры для обзоров ну большего бреда здесь честно я не слышал предположение смелое но не более того умным назвать его нельзя вообще то есть вы если следовать предположение этого подписчика то есть еще блогеры не все купили эти карты и поэтому такая цена высокая до сих пор еще держится вот самая недорогая карта это гигабайт 6700 гривен ребята ну хотя бы она была там допустим шесть тысяч ну шесть двести хрен с ним я бы купил бы свои огромные для эту карту нам на обзоры чтобы посмотреть как и на что она как она себя показывает реальные тесты реальные игры но покупать ее на 20 долларов даже дороже самой максимальной цены я ну я не день ребята ну не нельзя брать эту карту пацане 1660 ти это бред полнейший напоминаю про конкурс про розыгрыш карты rx 570 на нашем канале для участия в розыгрыше этой карты надо подписаться на канал надо обязательно поставить лайк или дизлайк под любым видео конечно желательно как положено большим количеством любого видео написать рецензию под видео которое вам если вам понравилось написать почему может быть какие-то пожелания для канала у нас у вас есть может быть точку подописать чтобы вы хотели видеть на канале обзоры чего вы хотели видеть какие-то вот разверните развернуто не просто там там какие-то там небольшие там три-четыре строчечки и надежде что вы получите ребята ну карта стоит почти там больше почти по 200 долларов ребята ну чтобы ее получить надо потрудиться немножко пока я соискатель если честно пока я не вижу есть претенденты да но такого-то настоящего твердого соискателя на эту карту которая идет у нас розыгрыша я пока не вижу ребята время есть пожалуйста потрудитесь немножко напишите при проявите свою фантазию хотелось бы вот например чтобы я скажу чтобы я хотел примеру допустим вот почитать почитать чтобы вы хотели видеть на канале обзоры чего вы хотели видеть каналы каких видеокарт там каких материнских плат как бы вы хотели чтобы в чем заключались эти обзоры допустим какие вам интересуют обзоры какие тесты вас интересуют какие-то искусственные тесты либо каких-то игр которые как бы очень такие затратно-ресурсные такие вот ресурсно затратные то есть как вы хотите как чтобы эти были приходили эти тесты вот насчёт видео в котором я рассказывал что у нас появился спонсор это пользователь под именем ТОП-СЕКРЕТ. Ребята, пока этот пользователь ушел в ТОП-СЕКРЕТ, пока он что-то на связь не выходит. И как бы весь наш разговор о том, что вот он должен оплатить нам нашу сборочку для тестов. Пока это все остается словами, потому что не от меня все зависит. Пока этого пользователя... Может, человек уехал куда-то отдыхать, может, он скоро появится, все будет нормально. Ребята, пока глухо, скажу так. Вот, ребята, какие-то последние новости я вам рассказал. Как бы последние такие вот какие-то, на мой взгляд, самые интересные новости, которые интересны для вас. Да, ребята, еще скажу, есть кое-что интересное по процессорам Ryzen 4000 линейки. Две секундочки, сейчас, ребята, на эту тему поговорим. Ребятки, значит, есть точные данные, точные новости, точные уже как бы выходе процессора F4-точной линейки. Они ожидаются август-сентябрь 2020 года. Какие это будут конкретные решения, сколько будет ядер, какая рекомендованная цена, и самое главное, какие чипсеты будут их поддерживать, там X570 или X470 или B450, и пока ничего этого не ясно. Но ясно точно, что они выйдут август-сентябрь. Значит, я думаю, когда выйдет 3000 линейка, должны подешеветь процессоры 3000 линейки, ребята. Так что, кто хочет купить их немножко дешевле, ну, с терпением, ну, ждать осталось немного, всего лишь каких-то там 7-8 месяцев, и вы сможете это купить. Ну, это так полушутка, полусерьезно, ребята. Сами делайте выводы, сами решайте, что вам надо. В ближайшее время в этом месяце будет пресс-конференция AMD, и они объявят о выходе 4000 линейки процессоров для ноутбуков. К сожалению, пока процессоров для выхода, конкретные разговоры о выходе процессоров для настольных компьютеров, то есть наша с вами тема пока не обговаривается, и скорее всего, это будет где-то весна 2020 года, ну, я вам говорю, что эти процессоры должны выйти август-сентябрь. И самая главная, ребята, новость, касаемая 4000 линейки процессоров от AMD, это то, что они должны быть до 17% мощнее, чем 3000 линейка. Ну, осталось ждать недолго, поживо увидим. Если такой прирост до 20, это 17%, 15-17%, это очень неплохой прирост, очень хороший буст. Ну, посмотрим. Если будет поддерживать все чипсеты от 320 до 570, то это прекрасно будет. Если надо будет только для этого просто обновить биос, то это великолепно. Если будет поддерживать только чипсеты 470 и 570, будет это достаточно прискорбно. Потому что это будет последняя 4000 линейка процессоров, которая выйдет на сокете AM4. Уже 5000 линейка процессоров будет выходить на сокете наверное AM5 или как-то еще по-другому дозываться, я не знаю. Потому что там уже они будут выходить с расчетом DDR5 памяти. уже под это это будет выходить. Ребята, вот такие точные сведения. В общем, пожим увидим, ребята, вот такая вот интересная новость и подробность. 2020 года цена и какие чипсеты будут поддерживаться пока неизвестно. Это, конечно, очень плохо. AMD могли бы уже сказать. Будут ли поддерживать старые чипсеты? Потому что есть такие я слышал от одного блогера это как слухи, ребята, поделюсь просто с вами, что якобы 4000 линейка будет поддерживать только чипсеты 470 и 570. Остальные чипсеты поддерживать их не будут. Ну, ребята, поживым увидим. Не будем торопиться. Вот такие вот, ребята, новости. Я думаю, что они были для вас интересные. Спасибо большое за внимание, ребята. Не забывайте про розыгрыш видеокарты. Всего доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... заходит слабя. Продолжение следует... 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 Играет музыка. 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 Играет музыка.